И вот мы снова в эфире, все давайте поприветствуем друг друга. Я рад вас всех видеть, уважаемые коллеги и друзья в онлайне. Мы все с вами находимся на круглом столе. Мы, конечно же, начинаем нашу бить при Хельме в Айпаде. Нас здесь четверо, биться будете вы, как это разные воинства, я бы так сказал. А я буду, так сказать, сверху смотреть на это все немножечко, так сказать, немножко подкидывать дров, ну как обычно, то есть как бы, а он, а оно, а оно. Но, итак, я немножечко до эфира сказал, что мы, конечно же, видим Хельм прямо сейчас как один из важнейших инструментов в инфраструктурных командах. Но, может быть, я не совсем прав. Может быть, это инструмент только-только для некоторой части, так сказать, команд, которые занимаются различными дьвов с практиками. Давайте вот обсудим этот момент. Насколько это комодить инструмент прямо сейчас? Давайте вот с этого начнем. Уже можно начинать, да? Жги, Олег. Ну окей, я топлю за Хельм. Почему я топлю за Хельм? Хельм на самом деле решает, ну скажем так, 98-99% задач, которые возникают в процессе диплоя. Это достаточно простой инструмент с низким порогом входа, который имеет развитые способности. Это один из самых популярных шаблонизаторов на текущий момент, для Кубернетас. Популярность эта ведет в том числе большое комьюнити. То есть это как бы не просто так, это новые Хельм-чарты, и Хельм-чарты для Хелма есть практически для всего. Да, они разного качества, как open source. Но когда вы собираетесь что-то диплоить, свой кластер, на какой-то элементик, Хельм-чарт для которого есть, вы будете начинать с разбора уже чего-то готового, а не с нуля. Да, это очень большой плюс. Плюс под Хельм пишутся различные плагины, да, и многие плагины очень хорошо расширяют функциональность Хельма. Например, тот плагинчик, Хельм-сикрет, который позволяет держать зашифрованные ключи в логин и пароли в репозитории и расшифровывать это на лету при диплое. Вот это очень хорошо. Ну, это вот моя позиция. Я, видимо, стану посредине между максимальной любовью к Хельму и где-то ненавистью к нему. И скажу, что это прекрасный инструмент, если ты понимаешь, где его применить. И он, в принципе, наверное, сейчас становится одним из основных критериев входа во всю вот эту вот красивую культуру с кубернетисами и прочим. И он действительно очень простой. На нем легко начать что-то делать. Его достаточно просто начать использовать. Но он в то же время не особо много чего позволяет сделать прям хорошо и красиво. Как раз-таки в этой простоте таится его болезненность. И кому достаточно вот этих всех простых абстракций, тому Хельм отлично зайдет. Но как только тебе нужно что-то большее, чем вот это просто написать красиво, где-то вставить тебе нужный параметрик и на этом закончить, то Хельм становится таким, не то чтобы хорошим колесом, но полуполоманным колесом. И его, скорее всего, надо будет менять. И здесь основной момент понять, когда ты понял, что ты докрутил Хельм до того момента, что он сломался. И здесь, наверное, надо как-то глобально подходить к своей инфраструктуре и к задачам, которыми ты работаешь. Так, хорошо. И Николай? Ну, все ждут, наверное, наброса. Да, давай. Я попробую, да. Ну, то есть в исторической перспективе я уже давно в этой области, хотя непосредственно с ней не связан. То есть у нас просто инженеры, холистик или фуллстек, и периодически мы что-то деплоим и делаем. История началась еще очень давно, когда первый инструмент автоматического деплоя Крепистрана появился, и ранний Амазон. Вот с тех пор как бы... Ну, и мы видели много инструментов. И какая идея, какой подход мы выработали. То есть есть проблема и есть ее решение. И решение может быть каким-нибудь, чтобы просто решить эту проблему как-то. То есть все видят, вот в воздухе витает, что раз есть кубернетис, значит, должно быть какой-то инструмент упаковывать что-то готовое. Можно это попробовать назвать пакетами, хотя я не совсем согласен, что это должно называться пакетами. Это не Ubuntu, где вы там стоите какие-то. И даже там с пакетными системами есть проблемы. То есть какую-то практику, не знаю, Postgres, Kafka, еще что-то взять, упаковать и начать раздавать. И многие решения, ну, это просто вот как придет в голову. Раз у нас есть кубернетис, значит, можно затемплейтить. То есть нам уже кубернетис половину работы сделал, нам не нужно ничего там кодом писать, просто нужно ресурсики сделать с проставленными параметрами, связанные друг с другом. То есть и хелм – это абсолютно прямолинейное решение в лоб для администраторов, которым, в принципе, из выразительных средств дают просто темплейтики с экспрессионами. Ну, возможность упаковывать. Действительно, он набрал популярность. Это прекрасно. Многие какие-то там как-то общего назначения пакеты вполне себе работают. Скрывая вот эту сложность кубернетиса, которая есть. Но на самом деле это не концептуальное решение проблемы. О чем я пытаюсь донести. Это временный инструмент. А что за проблема? Проблема как раз как мы деплоим и управляем инфраструктурой. То есть кубернетис нам дал, как это сказать, декларативную модель. При помощи загружаешь ресурсы, оно там все запускается, как бы связывается. Как теперь мы, как программисты, инженеры, которые строят и поддерживают системы, будем эти системы собирать, обновлять и так далее. Такое впечатление, Николай, что вы путаете деплой приложения и его эксплуатацию. А давайте вот прежде чем мы вот к этой части перейдем, мы разделим хельм на три части. Вот давайте немножечко как бы про каждую из них чуть-чуть поговорим. Хельм как пакетный менеджер, в некотором смысле. Хельм как шаблонизатор. Ну, то есть и такой мастер по развертыванию, в некотором смысле. Ну, вот здесь кавычки везде надо поставить. Но тем не менее, вот он, хельм в трех этих ролях выступает. Давайте мы про них поговорим, где хельм хорош, а где он неприменим или, ну, так себе как бы. Вот где-то вот здесь сбоит, вот здесь не сбоит, здесь болит, здесь не болит. Ну, потому что вот я смотрю, например, на маркетплейсы, ну, в различных там, соответственно, облаках, внутри которых, по сути дела, хельм чарты уже сделаны. То есть, по сути дела, приложения, они упакованы, и в большом счете ты в своей кубернете с одной кнопкой и разворачиваешь приложение готовое. Это кайф. Ну, в смысле, как бы ты с точки зрения администрирования по кнопке получаешь там первую инсталляцию, по крайней мере, вот в чистом, в чистом виде, когда у тебя чистый кластер. И вот это вот первооткрывание приложения, когда у тебя низкий порог входа, это очень классно. И я получаю от этого безумное удовольствие. Там потом возникают некоторые проблемы, но, как бы, вот эта начальная история, она мне очень нравится. И с этой точки зрения, как пакетный менеджер, хельм мне кажется великолепен. Возможно, я не прав, давайте, как бы, вот эту часть немножечко обсудим. Нет, я могу попробовать оспорить сразу понятие пакета. Я уже, как бы, заикнулся. Да, да. Ну, нету, как бы, пакетов. Вы собирайте систему. Это будет набор связанных компонентов, так? Эта система будет жить какую-то жизнь. Компоненты будут обновляться, там выходить новые версии кафки, не знаю, еще что-нибудь, постгресса. Вы это все будете менять друг на дружку, там, связывать, перезавязывать, делать мониторинг и аудиты, как бы. И это все на одной вот этой экосистеме, да? Ну, то есть, если у вас там что-то совсем простое, да, и вам зашло, как бы, и вы там подняли WordPress, как бы, и оставили его там до конца, там, как бы, дней, да, как бы, окей, да, оно будет работать, но это можно было, там, я не знаю, в один докер-контейнер все зашить и запустить. Как бы, если у вас, как бы, более-менее серьезная система, которая, как бы, там будет потом эксплуатироваться, вот, то, ну, как бы, нельзя сделать пакет. Это компонент, который будет частью системы, и он будет сложно связан с этой системой. И у него будет жизненный цикл, он будет обновляться. Вот. И вот, как бы, вот как раз под этим углом Helm — это просто, как бы, наивное решение этой проблемы. Helm не решает проблему сложности ваших компонентов. Сложность ваших компонентов, сложности ваших компонентов должны управлять вы. Если у вас большой монолит, да, с долгими релизными циклами, естественно, его деэксплуатация, его диплообновление будет определенной болью, которую Helm не решит. Но, если у вас несколько связанных микросервисов, да, вы можете на каждый микросервис написать свой пакетик, чартик, Helm чартик, да, сделать какой-то один большой чарт, при помощи сапчартов подключить в него все ваши компоненты, и таким образом задеплоить. То есть, по большому счету, задача деплоя заключается в том, чтобы сделать YAML, загрузить его в интернет и убедиться в том, что, как бы, все выкатилось, все перекатилось. Да, Helm с этим справляется на ура. Вот. Далее. В чем заключается обычно процесс обновления приложения? Мы собираем новый Docker Image и деплоим его в инфраструктуру, обновление ее версии. Да, возможно, при этом, нам нужно будет прогнать какие-то служебные скрипты, миграции, ну, я не знаю, возможно, изменить чуточку структуру деплоимента, добавить какие-то новые переменные окружения под это добро. С этим Helm справляется замечательно. Да, у него есть возможность запускать миграции, там, создавать компоненты в рамках релизного цикла, в зависимости от того, той стадии, которая наступила. Да, у него есть возможность оттрекать релизы, понимать, что стадия там завершилась нормально, что релиз выкатился хорошо. Вот. У него даже есть возможность откатываться, если что-то пошло не так. Да, вот с этой вот задачей он справляется хорошо. Вот. Если ваше приложение не Cloud Ready, если у вас распиленный монолит, а если у вас плохая архитектура, с этим Helm не справится. Я опять займу где-то промежуточную позицию и расскажу про то, что Package Manager из Helm такой же, как и всех Package Manager. Вы не можете законтролировать в своем пакете любые вариации, которые могут произойти. И это, собственно, относится к тому, что говорил Олег вначале, что это open source, и куча чартиков могут быть не совсем валидными, не совсем хорошими. Вот это как раз-таки рождается из того, что этот Package Manager, он не проверит все возможные вариации развития событий. У кого-то старый кластер, у кого-то новый кластер, у кого-то одни ресурсы в кластере, у кого-то другие. И поэтому, как обычно, во всех этих пакетных менеджерах вам надо что-то собирать конкретно для себя. И зачастую все выглядит так, что половина чартов из интернета она заработает и правда только в ванильном кластере, который по всем гайдам из интернета развернутый, и в нем никаких нет шагов влево или вправо. Вы поставили линкерт вместо истио, как написали где-то в одном чарте, и у вас все идет вообще не в ту сторону, в которую должно было пойти, когда разрабатывали чарти. И это основная болячка Package Manager. Вам надо контролировать то, где и как вы готовы запустить эти пакеты, и ругаться, или как-то другими способами оповещать пользователя о том, что у вас все вообще плохо. И это то, с чем приходится жить в фильме. Он в этом прекрасен и в этом ужасен. Ну, это open source. Недавно у меня была задача развернуть Airflow в кластер, и я посмотрел хелмчарт, который идет с Airflow, Apache Airflow. И я посмотрел внутрь, и, ну, как бы вот такое рука-лицо, елки-палки. Как такое вообще можно было наворотить? А потом я пошел смотреть код Apache Airflow. Короче говоря, вот хелм был отражением вообще той безалабельности, с которой Airflow разрабатывают разработчики. В зеркало. Ну, по сути дела, если я правильно тебя понимаю, и вообще в целом общая концепция, то пакетный менеджер очень сильно зависит от тех приложений, которые пакетный менеджер упаковывают. И как бы сам механизм упаковки нормальный, но зависит от того, что и как мы туда складываем. И если, ну, приложение правильно подготовлено, правильно написано, правильно обновляется, само по себе вот именно как актуальном состоянии находится, то, в общем, с этим нет никаких проблем, если я правильно вас понимаю. Моя позиция такая. Хорошо делай, хорошо будет. Да, если Helmchart писал какой-то криворукий и упоротый растаман, да, то он будет выглядеть так, как будто его писал криворукий и упоротый растаман. Из любой сложной системы можно сделать, на любой сложной системе можно сделать как хорошее решение, так и плохое решение. Да, и тут все зависит просто вот от конкретного разработчика. Понятие говнокод, оно как бы имеет достаточно строгое определение. Ну, а я вкину немножечко по-другому. Я считаю даже Helm достаточно вредным, потому что как бы ребята не поняли до конца проблему, превратили ее в пакетный менеджер, опять-таки я повторюсь, а проблема не в пакетном менеджере, а в управлении компонентами, сложно настраиваемыми, дали куцей набор инструментов, как можно строить абстракции как бы там в виде постгресса, который можно развернуть или кавки, или еще чего-нибудь, или мониторинга, что заставляет людей ковыряться в текстовых темплейтах, как бы ошибаться и так далее. Даже нету места, чтобы положить туда какую-то экстра-логику как раз, чтобы обработать там разные версии, еще что-то. В этом плане он как бы вреден, и вредна его популярность, потому что мы получили вот как бы очередной NPM с левтпадом как бы. Ну и, например, у меня никогда рука не поворачивалась задеплоить какой-то хелмчарт, не взглянув в него. И в большинстве случаев, там в 80% ты взглядываешь и не ставишь его, потому что страшно. Потому что, ну и видишь, сколько там сделано, как бы страшно, гарантии нету. Вот, ну еще раз, то есть вот есть инструмент, это первое, чтобы он появился же сразу, да, там, Google попробовал там это с Customize сделать, еще хуже. Это вообще monkey patching, это антипаттерн, как бы, но они решили, что прикольно, как бы, ну вот. Ну, по моим ощущениям, сейчас вот как инструменты, они вот проходят классический путь. То есть я бы сравнил там help, там с ASP и PHP ранним. Да, как бы на PHP и на ASP, как бы, писали, и оно решало проблему. Но, как бы, прогресс должен двигаться дальше, и мы никуда от кода не уйдем. Это вот мое другое предсказание, да. То есть, к сожалению, не будет девопс-программистов, которые просто шаблончики пишут. Будут, как бы, инженеры, которые программируют инфраструктуру, потому что это сложная сущность. Достаточно сложная. Я считаю, что даже, возможно, сложнее, чем вот там ребята просто там какой-нибудь банкинг пишут и еще что-то, потому что вы вот поверх этого сложного, неустойчивого софтвэр должны это все соединить, заставить работать надежно. И должны появиться SRE-программисты. С этой точки зрения Helm, как бы, не то, к чему мы должны прийти. Прийти мы должны к некому фреймворку, там, условному реактуем, если мы там сравниваем, или там рельсе, там, или джанго, для программирования инфраструктуры. И Helm такая, как бы, промежуточная станция в сторону. Вот, в ней можно постоять, в ней можно поиграться, посидеть, как бы, но я рекомендую там долго не задерживаться. Николай, можете все-таки объяснить, в чем проблема? То есть, вы сейчас делали какое-то... Я не понял, честно. Тут какая-то абстрактная боль. Я не понимаю, где она локализовывается. Что нужно, что Helm не может решить для вас? Можно я попробую, как бы, вкинуть, а Николай, как бы, меня поправит и вот, как бы, конкретизирует? Я правильно понимаю, что вообще, как бы, вот эта вот возможность использовать Helm как шаблонизатор, ну, по сути дела, в основе которого декларативное описание находится, оно не подходит для программирования, ну, здесь мы кавычки тоже поставим, инфраструктуры. Я правильно понял вас, Николай? Оно не подходит для решения глобальной проблемы, которую мы пытаемся решить, да? То есть мы пытаемся сделать надежную инфраструктуру, которая там сделана как код, да, или хотя бы как там лежит под ГИТом, да, декларативно, чтобы мы ее можем обновлять, мы ее можем переиспользовать, да, и вот это про пакеты, да, то есть если мы что-то удачно там Postgres умудрились задеплоить в кубик, мы хотим это переиспользовать, хотим расшарить, поднять тысячи инсталляций, хотим это потом обновить, если мы там Postgres обновился, научился как-то иначе работать, да, там поставить NeonDB или еще что-нибудь. И как бы в этом пространстве Хелм это что-то такое маленькое и наивное, что по мне он даже не достоин, ну то есть не достоин отдельного обсуждения, то есть да, это есть пункт, на нем почему-то все подзастряли, но мне кажется, нужно смотреть немножко шире, проблемы лежат в других местах. Ну то есть та же, например, Jason Net там с танкой чуть-чуть дальше зашли, тоже еще не совсем, там Пулуми движется в правильном направлении, я объясню, ну то есть вот, Олег, нет задач, есть как бы проблемы, есть возможные их решения. Хелм одно, как бы это самое наивное решение, и раз у нас есть декларативные ресурсы, их можно затемплейтить, это первое, что приходит в голову. Вот, Кубернете за нас уже половину сложности решил, ну давайте натянем на это темплейты, да, как бы, но тут проблемы не решены. Вот ты говоришь там деплой и эксплуатация, но это же связанные вещи. Как бы у тебя деплои как бы ведут к эксплуатации, у тебя идут обновления, которые не должны ломать эксплуатацию, вот, и если ты как бы пытаешься отделить деплой от эксплуатации, ничего не получится. Нет, смотрите, хорошо, мы задеплоили постгресс, у нас все получилось, да, мы хотим поднять тысячу постгрессов, делаем сабчарт, встраиваем в основной чарт приложение, которое ему нужно, то есть постгресс это не какая-то сферическая сущность в вакууме, да, встраиваем свой хелм чарт сабчартом, получаем тысячу инсталляции нашего приложения, тысячу постгрессов, да, хотим обновить, обновляем сабчарт, который лежит на репозитории чартов, обновляем там имидж, да, после переката нашего приложения все наши постгрессы обновляются, да, будет простой при перекате, но постгресс не клауд-нейтив приложение, оно не плохо работает в контейнере, да, то есть, ну, в чем, то есть задача деплоя конкретно, в зависимости от каких-то входных параметров, составить ямл-файл задеплоить его в кубернетес, и посмотреть, что все случилось нормально. Задача эксплуатации, это, возможно, делать какие-то сценарии первого дня, да, там, накат дампов, накат миграций, прогрев, да, в этом хелм может быть достаточно плох, да, и задачи второго дня, там, бэкапы, я не знаю, какие-то странные, не ходя, странные процедуры обновления, которые, возможно, там, разработчики приложения могут сделать, но это уже, как бы, на стороне программного кода, и, возможно, возможно, придется писать что-то дополнительное, чтобы вот эти вот сценарии прогонять, да, хелм в этом не поможет, но это специфика приложения, я повторюсь. Олег, если я правильно понимаю, то ты, ну, считаешь, что хелм имеет достаточный потенциал для того, чтобы покрывать многие сценарии вокруг CISD, ну, то есть, как бы, если мы его рассматриваем в целом, как бы, вот эту вот всю нашу петельку, да, то, как бы, хелм и подредставляет какие-то какие-то инструментарии, которые позволяют нам тут-тут-тут-тут-тут-тут в каких-то местах встроиться. Давай немножечко вот эту тему раскроем, чуть более глубоко. Да-да, смотрите, я, предлагаю следовать UnixWay и DevOpsWay. То есть, UnixWay, да, это когда у нас одна простая, один простой компонент, который делает одно действие, но делает его хорошо. Вот, а DevOpsWay, это когда мы большую задачу декомпозируем на маленькие и решаем по частям. Вот, соответственно, не нужно все смешивать в кучу. Не нужно смешивать Deploy, не нужно смешивать эксплуатацию, да. Да, из Deploy, конечно же, выливается эксплуатация, да, но, опять же, это не одно и то же. Нужно решать эти задачи последовательно. У нас нет проблем, у нас есть задачи. Проблемы возникают в процессе решения задач. И я до сих пор не услышал, какие проблемы у вас есть, которые не может решить Helm. Ну, тут сложно, Олег, как бы, я не знаю, попробую еще рассказать, да. Вот. Задача, ну, то есть мы на разных уровнях как будто разговариваем, на уровне задачи, на уровне проблем, да. Я просто декомпозирую задачи. Да. Ну, то есть мы, например, вот ты как бы декомпозировал ее, но как раз DevOps, вот культура DevOps немножечко про другое. Ты говоришь, там, программисты разберутся с мониторингом и мы с миграциями, так? Нет, 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 нет. Культура DevOps означает о том, что как бы вместе должны решить. Ты сейчас говоришь, Helm нам решит только деплой часть, да, но мы же как бы понимаем, что в продакшене система это и мониторинг, да, и алертинг, и аудит, как бы, и все это вместе должно работать, связываться там, и управление секретами. То есть это большой, сложный, как бы, смотанный клубок, как бы, то, что можно начать с темплейтед Ямелов прекрасно, но потом эта система должна жить, и как бы тебе, ну, хочется спать, по-моему, вот. И в этом плане, как бы, ну, то есть ты можешь разбить на маленькие кусочки, это не отменит связей между этими кусочками, которые будут очень сложными. Связи очень сложные, и Helm, и Kubernetes, в том числе, дают нам решения для того, чтобы решить эту сложность. Кубик дает, Helm, как бы, ну, не знаю, вот это оверрейтед, вот что я могу сказать. Я накину, на самом деле, скорее всего, то, что в тему, это то, что Николай, как вчера рассказывали, начинал с того, что писать своих операторов в Kubernetes, это идеальное решение. Я согласен. Все выглядит именно сейчас так, что вот эта вот парадигма замены всего, что можно операторами, которая дальше развивается, вот в то, что Николай вчера рассказывал, написать какое-то глобальное решение, которое закроет почти все проблемы, как раз-таки практически в виде оператора, оно сюда и приросло. То есть мы должны постараться сделать какую-то систему, которая все хорошо сделает за нас. Типа разработчики один раз хорошо поработали, чтобы потом не работали инженеры для того, чтобы это все выкатывать. Но это, собственно, все ровно в то же упирается. То, что мы говорили, обновление Postgres, это не такая простая задача. Ее нельзя решить просто одной кнопкой. Ни в коем случае. Ну, в смысле, понятно, что можно решить одной кнопкой, если вы и правда решили, ну, окей, на два часа закрываем весь Postgres, потому что у нас идет обновление на новую мажорку. И вот и решение. Закончили обновление Postgres, у нас есть выкачанная версия Ямлика. А почему нельзя проблему обновления Postgres решить одной кнопкой? Потому что Postgres не Cloud Native приложение. Для чего нужны кубернетес? Фу, для чего нужны кубернетес-операторы? Когда у вас на вашем приложении существуют какие-то неспецифичные вещи, когда ваше приложение не написано по канонам Cloud Native, да, тот же самый оператор для управления Postgres, какой, Postgres, Клэстолон. Да, что он делает? Он поднимает несколько Postgres, встает сверху и смотрит, да, когда один Postgres упал, он переключает трафик на другой. Потому что Postgres не может это делать самостоятельно, потому что Postgres не Cloud Native. Вот. У нас есть простые задачи сформировать Ямлик, запихнуть его в кубернетес. Да, у нас есть сложные задачи, каким образом приложение будет крутиться там. и оператор нужен там, где не доработали разработчики, где разработчики не сделали Cloud Native приложение. Ну, не поддержу, на самом деле, максимально, что операторы нужны зачастую там, где каких-то стандартных функций и возможностей самого кубернетиса не хватает. Вам надо иногда запустить какую-то джобу, и вам не подойдет крон-джоб, потому что джоба должна запускаться где-то с другой стороны, и это как раз-таки, да, в основном нет доработки приложений и попытка все-все запихать внутрь кубернетиса. И, собственно, да, здесь и возникает тот самый момент, который я говорил про поломанное колесо хельма, что оно вот здесь. То есть сам хельм поломан именно в тот момент, когда вы с помощью хельма пытаетесь сделать то, что не должно было существовать в кубернетисе изначально. То есть его не писали под кубернетис и под всю вот эту вот контейнеризацию и какую-то обработку независимо от эксплуатации. И здесь вот оно и выплывает. Слушайте, а вот давайте... Мы сейчас все равно как бы рассматриваем ряд ситуаций и как бы как... Такое впечатление, что мы все смотрим на разные ситуации. Давайте я замоделирую какую-нибудь ситуацию, чтобы вы сказали, а вот здесь хорошо, здесь не очень. Смотрите, вот в любом более-менее крупном продукте есть не один стенд. Ну, в смысле как бы мы прекрасно понимаем, что вот есть у нас, например, дев-среда, у нас есть тестовая, возможно, какая-то отдельная среда, у нас есть, соответственно, продакшн, а вот у нас уже, например, три стенда. У нас, в принципе, там очень похожие ресурсы должны быть. Ну, возможно, с не таким объемом, ну, с разным объемом, то есть в продакшн-системе, понятно, ресурсов больше, потому что они там и нагрузку выдерживают, и они реально как бы приносят деньги, а в разработческой среде это временные ресурсы, которые поднимаются вот для конкретно каких-то вещей, для каких-то проверок, и тестовая среда, которая там эмулирует, условно говоря, нашу продакшн-среду для того, чтобы погонять уже какие-то end-to-end тесты, посмотреть вообще, как все вместе выдерживает нагрузку, там еще какие-то вот моменты. Вот смотрите, если мы полностью разрабатываем Cloud Native решение прямо сейчас, нужно ли нам что-то другое, кроме Helm'а? Нет, вот этот вот кейс, вот этот кейс, кастомизация приложения в зависимости от окружения, куда оно разворачивается, это нативный вариант для Helm'а, он вот был сделан для того. У меня есть доклад о погружении в Helm Package Manager, желающие могут загулять, прямо по имени доклада, где я описываю, каким образом это решается. Это вот, Изян. А что у нас за волшебные Cloud Native приложения появились, которые типа вот так на раз, два, три там поставил, все залетело? Он есть Cloud Native Kafka, которую нормально развернуть, это нужно там присесть полгода, как бы, чтобы все отстроить, чтобы заработало. Ну, то есть, имеется в виду, что там, что нету там кого-то одного мастера, там, бэкапы автоматизированные, репликация автоматизирована, это не отменяет сложности системы, как бы, ну, то есть, я не верю, ну, то есть, вот у нас какой-то есть магическая Cloud Native, которая там в докере стейтлес, да, как бы запустилась и заработала, ну, так, ну, во-первых, мы не в таком мире живем, вот, половина, как бы, вот этих серьезных вещей, которая им нужна, там, Postgres, и Kafka, да, да, любую там базу возьмите, любое хранение, как бы, вот, требует определенных настроек, там может кончаться память, там может застрелять запрос, там еще что-нибудь может произойти, может, наверное, так деплоить, да, там, если на файловой системе он лежит, там, вот, или в какой-нибудь Cloud Managed базе, хотя эти Cloud Managed базы, это тоже, как бы, куча, там, каких-то скотча, там, я не знаю, резинок, там, еще чего-то, там, и патчи, как бы. Ага, хорошо, Николай, спасибо, и еще, Александр? Да, я хочу, на самом деле, добавить в эту тему, я на следующей неделе буду в оффлайн-части рассказывать, как мы живем с фильмом и как мы вообще с ним работаем, мы его, на самом деле, очень сильно любим, и мы, как раз таки, все стараемся кататься с помощью хельма, потому что все, что мы сейчас разрабатываем и вся инфраструктура, которая у нас построена внутри компании, как раз таки позволяет максимально просто использовать чарты, но чарты, которые мы написали для себя, потому что чарты из интернета у нас зачастую не заработают, и вот эта вот тема основная, как раз таки, вы пишете приложения, которые должны заработать в вашей конкретной инфраструктуре, а хельм вам лишь позволит их запустить в этой, инфраструктуре, вот и все.